сейчас третья волна немножко нам дает за счет возможно вот этой мутации какой-то вируса да опять таки это мутация вируса я считаю что и медицинское сообщество также я с ними солидарна в том плане что вирус попадая от человека к человеку да там ребенка к ребенку там от взрослого к маленькому он мутирует то есть попадая допустим в мой организм у него будет один ген попадая уже в другой организм немножко происходит мутация нужно вакцинироваться то есть именно вакцина позволит снизить вот эту мутагенность вируса чем больше у нас будет вакцинировано население это порядка 60 70 процентов тогда мы можем быть немножко спокойнее за то что вот такой вот ситуации как с третьей волной мы можем избежать но вот именно с таких привитых пока не очень много я увидел пациентов которые были привиты по общему наблюдению да по госпиталю когда мы с коллегами там общаемся совещаемся и обсуждаем пациентов общее мнение что после прививки люди болеют легче и переносят легче это заболевание то есть есть шанс после прививки не болеть тяжело с осложнениями с такими у штормов внимание а вроде перенести это заболевание не так тяжело были две прививки должно же как бы полегче быть ну тем не менее так получилось всем сидеть надо дома не шастать хоть и мы старались никуда не выходить но все равно все равно это болезнь видать так а ходит что даст где-то подхватил в этот раз я двинул кони если бы еще два дня мне сказали счет вы чего бы двое суток и все но вы знаете теперь я точно решил конечно надо прививаться самое главное иметь тостью сейчас все тут будут титры антител высокие я думаю после такой-то болезни вот сейчас приеду домой хочу чтобы всех привить конечно и жену и маму обязательно в возрасте нужно прививаться я думаю до этого я был я же им скептикам человек говорить я не болела но вакцинировал то есть как только вакцина в конце года появилась в общем доступе в российской федерации я наверное одна из первых которые в нашей области в иркутской вакцинировалась это был декабрь месяц тут не нужно думать о том что какая-то вот сейчас эпидемия на не является противопоказанием даже если мы вспомним там вспышки различных инфекционных заболеваний несколько лет назад да то всегда вакцина было 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 спасением самое главное нужно убедиться в том что у тебя нет обострения твоих хронических заболеваний чтобы все в порядке у тебя нет температуры ты должен сходить на прием терапевту терапевта смотрит померить давление послушает и скажет что да в настоящий момент здоровы но и после вакцинации тоже максимально себя беречь не посещать никаких массовых мероприятий и максимально ограничиться тогда вот все хорошо